Теплый, экологичный и быстровозводимый. Именно такими характеристиками обладает так называемый дом-термос. Подобные строения начали возводить в поселке Бугрино, что на острове Колгуев в Баренцевом море. Технология, конечно, не новая, но зато проверенная временем и условиями Крайнего Севера. Прямо сейчас расскажем подробнее. Новые постройки в поселке Бугрино – большая редкость. Отдаленность Колгуева от материка и суровые климатические условия прибрежной территории – одна из причин, по которой вести строительство слишком сложно. Сегодня в Бугрино ветхим и аварийным признано 86% жилья. Впрочем, решение этой проблемы найдено. В поселке начали возводить дома с применением современных материалов. Технология каркасного строительства на СИП-панелях, кстати, именно так они выглядят, позволяет возводить объекты в очень короткие сроки. Например, этот двухквартирный дом был построен всего лишь за три месяца. На сегодняшний день здесь осталось провести работы по внутренней отделке. Дом-термос. Именно так подобные строения прозвали в народе. Каркас здания деревянный, а в качестве прослойки и утеплителя используется пенопласт, что и делает дом очень теплым. Пенопласт, грубо говоря, это как 80 сантиметров кирпича. То есть данный дом, когда будет запущено отопление, будет очень теплым. То есть батареи будут работать, и котел будет работать на минимальном режиме. Еще одно преимущество пенопласта в том, что он не подвержен воздействию влаги. А это особенно важно при морском климате, постоянных минусовых температурах и большом количестве осадков. Одним словом, такие постройки идеальны для Арктики. Они хорошо зарекомендовали себя на территории Крайнего Севера по всей России. Это и Ямало-Ненецкий, и Ханты-Мансийский округа. К тому же такие дома довольно экологичны. Вентилируемые подполья для сохранения вечной мерзлоты, которая есть в этом населенном пункте. Поэтому домики не должны влиять на оттаивание грунта. И построены с соблюдением требований при строительстве именно в таких вечном мерзлых грунтах. Первые двух- и четырехквартирные дома застройщик планирует сдать уже весной этого года. На очереди еще два строения. Их начнут возводить, как только будут выделены участки для строительства.